Василий Алексеевич, здравствуйте. Добрый день. Первым делом хочу вас поздравить с прошедшим профессиональным праздником. Пожелайте вам, вашим коллегам, конечно же, крепкого здоровья. Пусть любые проблемы будут вам по зубам, ну а жизнь дает как можно больше поводов для улыбки. Спасибо большое. Василий Алексеевич, ну расскажите, как вы пришли в эту профессию? Есть у вас свои истории? Что касается меня, я пришел совершенно случайно в профессию. Отец мой был в Лесниковом, в Лесском районе. Я седьмого класса на каникулах помогал родителям в лесу работать. Большая семья была, я самый старший. Как-то было, вот не было такого, что туда хочу, туда хочу. Как-то вот бывает такое. И потом брат двоюродный педагог сказал, иди-ка ты в стоматологию. А что такое стоматология, понятия не имел, ибо никогда зубы не болели. И если вот сегодня вернуться обратно, я понимаю, что правильно был выбран путь, что сегодня это действительно мое. Василий Алексеевич, ну стоматологи, как и любые другие медицинские специалисты, готовы прийти на помощь в любое время дня и ночи. Вот расскажите, где в Гомеле и, может быть, в Гомельской области можно получить их помощь круглосуточно? Такая помощь оказывается в филиале номер один Центральной городской стоматологической поликлиники по адресу улица Крестьянская, 21, в обыденные дни с 20.00 до 8.00 утра, а в выходные и праздничные дни круглосуточно. В районных учреждениях, при центральных районных больницах, при обращении пациентов с неотложной стоматологической помощью, вызываются врачи-стоматологи, которые оказывают стоматологическую помощь. Ну, протезирование, лечение – все это дорогостоящие процедуры, но на некоторые из них есть льготы. Вот поясните, какие категории граждан ими могут воспользоваться? В эту категорию входят инвалиды-участники войны, инвалиды первой и второй группы, инвалиды детства первой и второй группы, воины-афганцы, имеющие ранения во время военных действий, ликвидаторы аварий на Чернобыльской АЭС. Сегодня в стоматологии имеется льгота только на зубопротезирование обычными материалами. А льгота названным категориям, она существует один раз в два года. Для этого необходимо иметь удостоверение. Например, в прошлом, в 2016 году, льготное зубопротезирование получило 6460 человек в области. Кроме того, если гарантийный срок не вышел, то, опять же, ремонт зубных протезов производится в данной категории бесплатно. Василий Алексеевич, ну вот раз уж заговорили о финансовой стороне вопроса, ну вот поговорим о ценах в частных клиниках, они очень сильно иногда разнятся. Скажите, как-то контролируете вот это ценообразование или нет? Ежемесячно определенные позиции проверяются, сверяются и не допускается превышение цен на теми, которые разрешены. Василий Алексеевич, ну я так понимаю, что более низкие цены в государственных клиниках не говорят о более низком качестве, правильно? Вот расскажите, какие современные методики, технологии освоили гомельские стоматологи? Последние 10 лет стоматология шагнула вперед в освоении, внедрении современных технологий. Мы практически выполняем те же виды работ по стоматологии, что и в Америке, что в Европе. Сегодня очень развита хирургия, которая работает на израильском оборудовании, с израильскими материалами, это операции по имплантологии. Василий Алексеевич, ну вообще вот насколько охотно сегодня идут в эту сферу, нет ли проблем с кадрами? На сегодняшний день в городе Гомеле врачи-стоматологи не требуются полностью укомплектованной стоматологической среди государственной и не государственной формы собственности. Что ж, спасибо вам большое, что нашли время в своем рабочем графике и ответили на наши вопросы. Спасибо большое за то, что вы послушали нас. Надеюсь, что мы еще не однажды встретимся. И позвольте мне от имени моего коллектива, старейшего коллектива области, республики, поздравить всю стоматологическую общественность замечательным праздником, Международным Днем Стоматолога. Профессия стоматолога – это замечательная профессия. Это и душевное тепло, это и ответственность, это и желание помочь больному. Поэтому всем вам большого здоровья, материального и морального благополучия, вам и вашим семьям, процветания и прогресса.